Мишустин заявил, что объем средств в криптовалютных кошельках россиян, по некоторым данным, превышает 10 триллионов рублей. Ну да, то есть они прицеливаются сюда. Помните, я говорил, когда мы вели эфир по криптовалюте, я тогда говорил, что почему бы путинцам не обратиться к криптовалюте, когда их везде банят разрешить криптовалюту и работать в этом направлении. Ну видно им Китай не разрешает, но очень они хотят и сейчас будут делать серьезные попытки использовать возможности криптовалют. Мишустин заявил, что ремонт автодорог в России в 21 году был рекордным за всю историю страны, более 160 миллионов квадратных метров. Я никогда не слышал, что в дороге квадратными метрами исчисляли. Ну пусть останется на его совести. Те, кто живет в России, вы какую-то разницу почувствовали. Мне присылают фотографии с России, там просто жесть, что с дорогами творится. Я помню, как Радаев, помните, говорит, мы починили в этом году 1% дорог. И так мы будем делать каждый год и в конце концов починим все дороги. Я думаю, что за... Представляете, 1% дорог в год. И будем также чинить каждый год 1% дорог и будет нам счастье. Так через сколько же ты починишь лет? Через 100. Но, представляете, это на полном и серьезе выдается, как какой-то рекорд. Через 100 лет мы починим все дороги. Да, блядь, через 100 лет те, которые вы раньше чинили, от них ничего уж не останется. И вот так же Мишустин. 160 миллионов квадратных километров, квадратных метров дорог. Как вы их мерили? В деньгах? В деньгах, я думаю, там, блин, поэтому их и больше всего отремонтировали. Как Володя, когда я говорю, ямочный ремонт надо прекратить. Да ты чё? Это ж золотое дно! Я вот этого не забуду никогда. У меня в 1994 году стал депутатом. Вот первый я говорю, что это херня? Бля, какие ямочные ремонты? Давайте дороги делать. Ямочный ремонт надо прекратить. Вячеслав, да ты чё? Это же золотое дно! Роскомнадзор объявил, что в связи с многочисленными нарушениями российского законодательства в поисковых системах Google будут маркировать как нарушителя российского законодательства. Хохочется. Google там поисковая система, он сам себя будет так маркировать. Численность населения России по переписи оценили в 147 миллионов. Так половине людей не приходили их переписывать. Как же они могли оценить? Вот мы с вами проводили тогда, помните, голосование. То есть не голосование, а опрос. Кому приходили, кто в России? И там все нет, нет, нет писали. А тут оказывается, они всех переписали и 147 миллионов. Ну, почему не 247, я не понимаю. Только как-то вроде нормально было бы 247. В Госдуме оценили вероятность блокировки Ютуба. Да, значит, у нас нет цели запретить Ютуб. Заявил какой-то сраный депутат, блядь. Какие могут быть у депутата цели? Там сидит ничтожество и пытается что-то комментировать. Этот вопрос решают в администрации Путина. И точно никакие не депутаты его решают. Медведев назвал введение санкций нарушением прав России. Это просто охеревшая рожа. То есть бомбят Украину, уничтожают людей. А санкции ввели. А это нарушение наших прав. А вы как к правам-то остальных относитесь? Интересный Медведев. Очень хотел бы я с ним поспорить, да, когда он будет на скамье подсудимых. Очень хотел бы поспорить в виде его государственного обвинителя. А банкрочный Новосибирский оборонный завод продали в четверо ниже заявленной цены. Проектом занимался племянник Путина. Представляете, племянник Путина в тот момент, когда Россия ведет войну, которую проигрывает, продает оборонный завод, но фактически его разворовывает. То есть, знаете, на что это похоже? То есть, этот вот племянник, он является частью системы. Он частью вот этой вот путинской гадости является. И вот в этих условиях он способствует уничтожению, фактически уничтожению оборонного завода, который может помочь. Я сразу вспоминаю историю, которую слышал, ну, как слышал, читал, описывали рыбаки, которые уничтожали акул. То есть, там у побережья, я не помню, Южной Америки, кажется, да, там появилось огромное количество акул. И дали задание там их колбасить этих акул, потому что их очень было много. Они там сожрали всю рыбу, на людей нападали и так далее. Ну, и рыбаки что делали? Они приезжали, там какую-то рыбешку на крючок цепляли, закидывали акулу, тут же это хватало. Они ее вытаскивали, вспарывали ей брюхо, доставали кишки, акулу выкидывали кишки на крючок, туда и так до бесконечности. То есть, кишки они туда выкидывают, на эти кишки акула, клюет новая, они ее брюхо вспарывают, и вот процесс такой бесконечный. И вот, ну, может быть, там какие-то плавники отрезали, я не знаю, потому что их едят, да. И тут они вдруг обалдели от того, что они надсадили кишки на крючок, закинули, и акула, которую они вынули, оказалась распотрошенная. Это акула, то есть, собственные кишки сожрала, которую из нее вытащили. Понимаете, настолько хищная. Вот это очень мне напоминает, очень напоминает. А банкротший новосибирский оборонный завод, правда, продали в четверо ниже заявленной цены проектом занимался племянник Путина. То есть, они жрут те кишки, которые из них уже вытащили, понимаете. То есть, это Путин, таким образом, пилит сук, на котором сидит. Вся вот эта вот шобла, блядь, сидит, понимаете, и вот помогает Путину пилить этот сук. Это же может их защитить, вот эти оборонные заводы, которые производят там какие-то танки сраные, да. Их все-таки нужно потом пожечь джавелинами, эти танки этими эснлавами, там еще и прочее, прочее, да. И вот сейчас, что я вижу? Мне говорят, вот как будет вести себя Путин? Ну, я не знаю, как он будет себя вести, понимаете. Путин сейчас это паук, вот паук, представляете, который запутался в своей собственной паутине. Вы видели какая-нибудь паука, который запутался в собственной паутине? Я не видел. Они не запутаются. А вот Путин запутался, ну, долбоем. То есть, паук, который запутался в собственной паутине, еще-то дергается, пытается что-то сделать. От этого запутывается еще больше. Вся его шобла понимает, что это ест, да, и пытается там разворовать последнее. И от этого все еще хуже, еще больше он запутывается. Что у него остается? У него остается только язерное оружие, больше у него нет ничего. Понимаете, да? Как это работает. Поэтому этот запутавшийся в своей паутине паук может просто садануть в любой момент и в любом направлении. МВД возбудил дело в отношении гендиректора российского оборонного завода. Ну, сейчас их начнут шкурить. Это поиск виноватых. В отношении директора оборонного завода Буревестник Ильи Александровой. Двоих его подчинен. Нет, я уверен, что они воры и жулики кончены. Да, но на них сейчас попытаются свалить танки с табуреткой. То есть, вот эти вот все дела скажут, блин, сволочь, все украли. Из-за этого вот, из-за Ильи Александрова все и случилось. Плохое. Танки грелись и не охлаждались из-за вот этого. Буревестника, блядь, к стенке ставить надо. Российский НПЗ остановил работу из-за переполнения хранилищ в Татарстане. Удивительно, что же не нужно нефть, бензин, вернее, и там горючие смазочные материалы. Они не нужны, что ли, стали? Там не заправляют машины в Татарстане. Ситуация очень интересная. Требует глубокого анализа, но самое главное, что требует реальных цифр. Не то, что они там договорили, что они остановились из-за того, что хранилище переполнено. А реально, почему они остановились, реально переполнено ли хранилище и прочее, прочее, прочее. Зачем Шойгу закупил в Америке 90 миллионов пластиковых гробов, а вы уверены, что он закупил 90 миллионов, а не 90? Вы уверены, что там 90 миллионов, а не 90 пластиковых гробов, а остальные деньги он просто спил? И сказал, что он закупил 90 миллионов. Ну, это так же, как табуретка, блять, в танке, понимаете, да? Из этой же серии. Какие там 90 миллионов пластиковых гробов? Ну, там мог и 90 миллиардов закупить. Что они здесь? Дюмина готовят вместо Пыни. Да и этого Дюмина уже обосрали миллион раз. Это могли в обычных условиях какого-нибудь подготовить. Вы понимаете, сейчас это так не работает. Если вы думаете, что сейчас вместо Пыни поставят того, кого выберет Пыня, что ли? Да вы прикалываетесь. Нет. Того, кого выберет Пыни, никогда в жизни не поставят. Потому что Пыни, во-первых, никогда не уйдет, он будет сидеть до конца. А когда его зачистят, да, то поставят того, вокруг кого можно договориться. То есть, компромиссную фигуру. Ни в коем случае не поставят какого-то Кренделя, Дюмина. Кто такой Дюмин? И вообще никто не воспринимает. И просто не может воспринимать. Да, Вова, может быть, его и планировал себе, так сказать, на замену. Но остальным-то он зачем? Поэтому не надо, вы заблуждаетесь. Дюмина алкоголь. Да если бы он сто раз был ангелом небесным, все равно бы его не поставили. Понимаете? Нужна компромиссная фигура, который полностью себя заляпал, который боится всех и служит всем. Это кто? Это не Шустин. Он боится Володиной, служит ему верой и правдой. Он боится Кадыровой, служит ему верой и правдой. Он жутко боится КГБшников и является их агентом. Они же его туда продвигали, да? Понимаете, да? Он боится всяких представителей путинской администрации, да, всех этих Владиленочей и прочее, прочее, прочее. Поэтому это самая компромиссная фигура для всех. Но захотят ли там те же условно КГБшники, эти ФСБшники его продвигать? Потому что мы понимаем, как только он становится президентом, он перестает быть компромиссной фигурой, потому что он начнет кого-то зачищать. И где гарантия, что он не будет зачищать тех, кто его поставил? Ну, как Путин зачистил там этого Березовского и прочих, прочих. Думаю, ваше мучение с уходом Путин не закончится. Следующий может быть Кадыров. Вы просто смеетесь, что ли? Ну, вот когда мне такие вещи говорят, меня это очень будоражит и возбуждает. Мой ум, интеллект мой страдает очень сильно от этого, да? Ну, как можно говорить такие глупости? Ну, какой в России Кадыров? Я говорю, это будет счастье наше величайшее, если возьмут Кадырова, блядь, и скажут, вот он будет преемником Путина. Потому что все вообще, кто есть вокруг, да, они будут сражаться против Кадырова. Не важно, как они относятся к Украине, не важно, как они относились к Путину, они будут против Кадырова. То есть, это вся армия, это вся Росгвардия, всякие ФСБшники и так далее. То есть, это будет такой объединитель, во, лучше это вообще трудно придумать. Это был бы нам самый лучший подарок, если бы какой-то мудак взял бы Кадыров и сказал, «Вот он теперь царем у вас будет». Ага, сейчас. Так что, этого не будет никогда, к сожалению. Они, конечно, дураки, но не до такой степени. Так что, этого не будет. Продолжение следует...